День социального работника отмечается в России ежегодно 8 июня. Это праздник людей, которые первыми принимают на себя волны людских проблем. Накануне праздника мы встретились с начальником управления труда и социальной защиты населения по Кашхабльскому району Рамазаном Агержаноковым. Он очень тепло отзывается о своих сотрудниках. Наш коллектив очень дружный, исплоченный, но отлично справляется со своей работой, говорит Рамазан Агержаноков. В преддверии их профессионального праздника начальник управления труда и социальной защиты населения по Кашхабльскому району обратился к своим коллегам со следующими пожеланиями. Уважаемые коллеги, в каждом случае хочу поздравить вас с профессиональным праздником, днем социального работника. Это работники управления труда и социальной защиты населения Кашхабльского района. Это работники комплексного центра социального обслуживания населения Кашхабльского района. поздравить вас всех, пожелать вам здоровья, крепкого счастья семейного, тепла, уюта и все хорошее, доброе, что вы сегодня делаете, чтобы оно обернулось для вас счастьем, уважением и чтобы избылись все ваши мечты. Также в этот день мы побывали в комплексном центре социального обслуживания населения и побеседовали с начальником Сальманом Малаховым. Канун нашего замечательного праздника я хотел бы поздравить свой коллектив и своих коллег с замечательным праздником, ну и немного рассказать о нашем центре. Наш центр почти 30 лет работает, оказывает довольно разнообразные услуги. Это касается, естественно, пожилых, неимущих людей, инвалидов. Ну, вот начну, наверное, с НСЖД. Это Натырбовский социальный жилой дом, который находится в селе Натырбово. Там проживают 22 человека, они, ну вот, из разных причин лишились жилья. Вот в социальном жилом доме, вот им предоставлены комнаты, они там проживают, и практически все обслуживаются нашими социальными работниками. Это является нашим филиалом. Второй наш филиал – это Натырбовский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Там сейчас проживает 43 человека, ну, а так пансионат является на 45 мест. И вот наши подопечные полностью на полном пансионе. Их обслуживают 33 работника, это санитарки, медсестры. В прошлом году нам было выделено почти 10 миллионов федеральных денег на ремонт и восстановление от старого корпуса. Хочу отметить работников, медсестер и санитарок, в основном те, которые именно обслуживают. Шесть совмещенных отделений по всему району являются основой нашего центра, говорит Сальман Малахов. Основа нашего центра является, это шесть совмещенных отделений по всему району. Это социальные работники, вот в костях нашего центра. Вот по всему району они обслуживают пожилых, инвалидов, вот те, которые нуждаются в постороннем уходе. И, естественно, для многих этих категорий людей, социальные работники, это последние инстанции, куда она может обращаться. Они оказывают очень разнообразные услуги. У нас около ста работников, они обслуживают около 600 подопечных по всему району. И да, вот наше трудное время для пожилого человека – это значимый человек, очень нужный для них человек. И мы рады, что о них хорошие отзывы, что их хвалят, что ими довольны наши подопечные. Руководитель центра особенно отметил, что очень доволен своим коллективом. Я ими очень доволен и горжусь ими, хотя женский коллектив, но сплоченный, трудолюбивый народ, ценят свою работу, осознают всю эту значимость нашу. И я ими доволен. Хотел бы сказать им большое спасибо. И в преддверии праздника я хотел бы свой коллектив поздравить с наступающим профессиональным праздником, чтобы у них хватило и здоровья, и терпения в столь значимой работе. Вот это терпение и доброта, ну, неотъемлемая часть в работе социального работника. Ну и хотел бы поздравить своих коллег. Это управление социальной защиты, коллектив, то же самое наши коллеги. Хочу поздравить также, чтобы здоровья и терпения хватило в их нелегкой труде. Пенсионный фонд нашего района, коллектив, хочу поздравить тоже с наступающим праздником. Пенсионный фонд, также неотъемлемая часть в социальной среде. С наступающим вас профессиональным праздником. Наверное, всем интересно, как проходит обычный трудовой день социального работника. Наша съемочная группа смогла лично понаблюдать за рабочим днем Розы Киржиновой. Одной из ее подопечных является пенсионерка Рая Акежева, жительница Алва Кашахабль. Как давно Роза вам помогает? Десять лет. Первый июня была? Да. Круглая дата? Да. За столько времени вы довольны ее работой? Очень, очень. Она мне как родная. Чем она вам помогает? Все мне, что надо, все делает. Полы, пылесосит, убирает, чистенько все делает. Лекарства. Когда мне что-то необходимо, и двор у меня подметет, и все такое. Все делает мне она. Все абсолютно. Как часто она к вам приходит? Приходит, как обычно, вот, в неделю три раза приходит. А другой раз, если вот мне плохо, она не пожалеет времени, она приходит. Вот. И лекарства привезет, и все, вот, приходит. Вот, и хлеба, все-все, масло там, или что. Все по дому, мясо. И готовит, да? И готовит, да. Вопрос. Как давно вы работаете соцработником? Получается, десять лет уже. Десять лет? Первое июня было десять лет. За это время вы, наверное, уже многих людей обслуживали. Были у вас какие-то сложности? Может, подход вы не могли найти к какому-то конкретному человеку? Ну, так, такое не было. Как говорится, все нормально. У меня, тем более, группа очень хорошая. Все бабулечки, как на подбор, хорошие, добрые. В семье как относятся к вашей работе? Не говорят, например, что вы большее внимание уделяете своей работе, чем в семье? Нет, они уже все привыкли. Больше всего один ребенок остался до него. А как вы решили стать вообще соцработником? Чем руководствовались, когда подбирали свою профессию? Ну, вот сюда в девяностом году приехали. По образованию я инженер-механик, а завода такого химического тут нет. Дети еще, школьники. И вот предложили, пошла. И уже десять лет так работаю. Вот восьмого у вас будет праздник, в преддверии этого праздника своим коллегам. Хотите что-нибудь подскажать? Да, нам всем здоровья и терпения. Самое главное. И бабулечкам с нами, а нам с ними. Им здоровья огромного. Потому что без здоровья я на опыте убедилась, что никак. Несомненно, что эти люди со своей доброжевательностью всегда будут востребованы. Остается пожелать им только успехов и большого терпения.